Балхаш на закате солнца Для работы мы используем акварельные краски, баночку с водой, 4 кисти, одну широкую, другую круглую, одну среднюю и одну маленькую. А также используем акварельную бумагу, плотную, закрепленную на основе строительным скотчем, либо вот таким пластырем. Так, чтобы вытирать кисти, вам нужна тряпочка или небольшая такая бумага. Для того, чтобы выполнить пейзаж, надо вспомнить, какие цвета присутствуют при закате. Для этого мы должны полностью размочить бумагу, чтобы выполнить первую технику, аллоприма. Бумага должна быть достаточно сырой, чтобы по ней растекалась краска. Используем желтые цвета, это темно-желтый, потом ярко-лимонный желтый и оранжевый. Оранжевый для того, чтобы можно было показать всю красоту заката. Акварельная бумага должна быть достаточно влажной, чтобы добиваться в технике аллоприма плавного перехода из одного цвета в другой. Вот этот градиент, он как раз показывает всю нежность цвета при закате. Облака всегда окрашиваются под цвет солнца, которое при закате выглядит очень красным, ярким, насыщенным. И это солнце у нас как раз находится именно здесь. А здесь, по низу, мы строим линию горизонта. Солнце прям касается своим диском линии горизонта. Но отражение на воде должно оставаться светлым. Потому что если оно будет окрашено, то у нас не получится отражение на воде. Изображая солнце таким диском, мы должны ориентироваться на то, чтобы вокруг солнца были такие же цвета, как и само солнце. Потому что солнце как бы своим цветом окрашивает все окружение. Отражение на воде тоже, мы тоже начинаем прорисовывать. Вот это берег, мы его должны показать ярко, таким оранжевым, с желтым оттенком. Саму же воду мы будем изображать уже фиолетовыми цветами. Это можно посмотреть на палитре, добавляя оранжевый цвет. Легко промыть кисточку и краску. Таким цветом мы должны показать уже саму гладь воды. После этого сразу выйдет контраст между берегом и озером. Постоянно не забывайте отжимать кисть, потому что излишек воды, он меняет состав краски. И соответственно можно перестараться. То есть те места, где должны быть светлыми, мы можем их сделать более темными. Используя цвет фиолетовый, также прорабатываем нижнюю часть озера возле берега. Почему эта часть должна быть темной? Потому что она находится ближе к берегу, дальше от солнца. Ближе к солнцу всегда цвета более светлые и яркие. Теперь мы промываем кисть толстую, которая для фона служила. Убираем ее и берем широкую кисть для того, чтобы проработать детали в самой воде, на берега и облака. Ну здесь мы уже начали прорисовывать, здесь солнце у нас немножко расплылось, но вот это еще уберем в сторону. Используем также палитру фиолетового цвета и оранжевого цвета. Вот таким цветом, почти коричневым, мы должны проработать детали воды у берега. Таким образом мы показываем форму глади воды, чтобы оживить ее на озере. Это тени от волн и свет, все пересекается и как бы сливаясь, подчеркивает композицию нашей картины. Здесь я изобразил кораблик. Он также смотрится силуэтно, потому что он освещен солнцем и выглядит очень темным, контурным. Показываем также отражение кораблика на воде. Так, теперь изобразили мы здесь палатки. Эти палатки можно сделать чуть темнее, чтобы показать тени. Здесь у нас лежит клопка перевернутая. Также мы подчеркиваем линии, подаем тени. И вокруг водой мы как бы выделяем еду среди волн. Мы таким образом прорисовываем всю картину. Здесь уже вверху мы делаем акцент на облака. То есть используем оранжевые, красные тона. Смешиваем только на палитре, потому что если мы в краске будем смешивать, у нас краской поменяет цвет. И мы не сможем потом создать, воссоздать этот цвет. Придется нам смывать полностью краски. Это не экономично. Поэтому лучше пользоваться палитрой. Вот первые облака, которые мы начали уже показывать. Вкладываем чуть в сторону палитру. Здесь нужно отжимать кисть и работать кистью на градиент. Это уже идет у нас не аллоприма, а лессировка. Работа по сухому слою. Теперь мы промываем большую толстую широкую кисть и переходим на среднюю, чтобы проработать дальше фон. Солнце мы исправили. Здесь получился у нас небольшой блик, которым нужно еще лучше, легче показать. Для этого мы размываем немножко краску кистью. Затем добавляем воду. Отжимаем и собираем лишнюю воду вместе с краской. Получается у нас такое градиентное пятно, что и подчеркивает солнце. Если кто не может солнце кистью нарисовать, то могут они сделать это с помощью циркуля круг, а потом внутри закрасить краской. Здесь мы уже завершаем нашу работу. Подчеркнули сам солнечный диск. Оттенели воду. Связали дальнюю линию озера с небом. Показали берег более светлым и освещенным. Немножко небольшую тень от перевернутой лодки. Прорисовали детали палаток. Показали откос бархана. Также показали растительность, которая здесь находится. И таким образом мы завершили нашу работу. Работа. Закат на озере Балхаш. Вот получилась наша работа. Уже в оформленном виде. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова